всем всем огромный привет так и хочется назвать всех девочками но так как я пообещала исправляться дорогие подписчики гости и друзья нашего канала также наши родственники доченька внучок всем привет приветствия вообще можно растянуть на две с лишним минуты мне выслали видео чтобы я посмотрела его там приветствие две с чем-то минуты длится и вас так приветствую но хотя бы не сказали что можете так не приветствовать ладно про приветствие закончили сегодня я уже вам вчера похвалилась что мой муж получил зарплату или аванс или что-то еще не знаю зарплату ты почему не здороваешься с подписчиками с гостями привет девочки мальчики леди джентльмены господа и дамы врачующиеся разводящиеся не традиционной ориентации всем привет сначала я хочу похвалиться своей покупочкой я купила новую сковороду представляете такую классную сковородку у меня уже была сковорода с грилем но она уже испортилась и у меня почему-то сковородки держатся один год не знаю по какой причине часто использую эффективно вот можете меня поздравить что я купила себе сковороду почему я не купила крышку потому что у меня тоже диаметром 26 и я решила сэкономить на крышке а теперь я могу вам показать то что мы сегодня купили с мужем съездили мы были во многих местах купили шпатлевку купили плинтус такой недорогой в коридор чтобы как бы законченный вид имела у нас но это у нас все в гараже находится а из продуктов что мы купили мы купили на базаре мясо тут балык вырезанный тут маленькая косточка отдельно короче вот это мясо у меня вышло на 750 рублей вино и все цены я не помню может кому-то интересно но я не знаю сардельки купили сосиски с сыром может быть приготовлю пиццу молочную колбаску для салатика обычную колга колбаску это все омский бекон вот это вот а вот это вот пищевик не рекламирую но мне нравится эта фирма и марка вот этих вот колбасных изделий купили майонез праздничный купили арахис это любимое лакомство мужа он у нас обожает арахис купили два вида сыра я вот купила сыр по 480 рублей грамм 250 по моему здесь и вот здесь вот подешевле по 300 рублей для того чтобы запекать теперь я купила масло масло я нашла самое дешевое по 80 рублей так везде она до 100 доходит теперь вот эти вот макарошки по 29 рублей тут 80 грамм яйца по 46 50 вот у нас как ни крути как бы я не экономила 20 яйц уходит у нас на неделю купила я свои любимые вафли рахатовский шоколадные казахские пила вот такие вот казахстану отдельный привет до родина наша ну не твоя конечно моя ну ты там сколько прожил вот такие конфетки мне очень нравится кроком теперь что еще купили махалу рахатовскую муж ее очень любит печеньки ромашка местные сгущенное молоко лук по 20 рублей 2 килограмма купила вот пожалуй все наши все наши покупки из еды ну так общая сумма озвучьте пожалуйста ой я не знаю ну примерно хотя бы не знаю я смогу так прикинуть написать наверное точно не помню ешь с карточки что-то там это на базаре купила это в магазине женщины guerra еграешься самое дешевые магазино проекта что экономить до мы ездили везде где все где все у нас на волтайских где все самое дешево вот это я купила все в женечке вот это купила на базаре это на базаре и это базаре и лук на базаре шоя него же ничко это магазин как бы женичка тамочке шовой продукт и я купила на базе выбор потому что мы там были просто мне там было удобно я не знаю где они у дешевле все теперь что я хотела рассказать наверное настала пора рассказать о том почему мы стали снимать видео может ты тоже сюда сядешь это не хочешь жена меня позвала тебе давай вместе снимемся что доча доча нас хочет да не потому что меня вместе привет доча привет алекс привет настя привет софия я всем внукам передаю приветы и конечно привет андрей и пошло и поехало привет таня а больше у нас никого нет нет это было отступление лирика уже закончилась приветствие закончилось мы как в поле чудес сел значит добавился знаешь поприветствовал ладно почему мы начали снимать видео изначально мы их начали снимать потому как у нас доча находится за 13 тысяч километров и мы начали снимать и показывать нашу жизнь хотя бы когда по телефону разговариваешь или по скайпу но невозможно же передать того что передает вот например камера мы снимаем реалистичные видео без подделок какие мы есть кто мы и снимаем мы хотели чтобы она нас видела наши внуки в будущем вот к сожалению у нас не сохранились видео о том как снимали моего отца у нас все это исчезло диск полетел как мне мой сын говорил все пропало хотя у нас там были видео я до сих пор их помню и подожди когда мой отец был жив кстати сегодня 27 лет исполняется мы уже съездили сегодня на могилку день памяти маме мы как-то не можем поехать далеко поэтому съездили могилку к ларисы нам папе ей маме и бабушки бабушки передали привет ну вот ну это как бы для нас нужно я пытаюсь объяснить почему мы начали снимать эти видео и мы бы хотели тем кто нас смотрит тем кто за с нами наши подписчики или вновь которые к нам присоединяются чтобы грязи было поменьше потому что ее столько вокруг и мы бы не хотели читать комментарии ну но не достойные человеческого поведения но не хочешь ты посмотреть мое видео я тебе не нравлюсь ну просто переключись на другой канал youtube это такие безграничные возможности где ты найдешь себе по душе человека который вещает об этих или других продуктах хочешь матершинник хочешь не матершинник ну короче кто хочешь хочешь там в грязи человек купается хочет прыгать со скалы хочет готовить сюда поэтому мы если кому-то не нравится просто переключитесь но зачем писать вот такие гадости мы хотели чтобы у нас видео были но более-менее такие позитивные душевные чтобы как можно меньше было все всякого вот этого которое вокруг нас и поэтому конечно мы хотели дочери покажать показать как у нас тут все и поэтому мы начали снимать видео вот только лишь поэтому и потом друзья почему мы показываем там вам сейчас эти продукты я например безгранично счастлива что я купила себе сковороду мы наверное год с лишним до около года жили не около года вот жили мы на самую минимальную зарплату эту нас пытались утащить и недобросовестные люди на где муж работал это получилось так что ему платили минимальную зарплату и районный коэффициент нашем алтайском крае не учитывали поэтому он подал суд суд выиграл но уже получается три или четыре месяца он не может получить эти деньги 4 и уже вот в понедельник вроде бы как те подают на пересуд там еще куда-то но если было уже кассационное рассмотрение то и в пользу работников то получается что им выплатят эти деньги все равно но нам их пока не дают поэтому сейчас когда он перешел на другую работу конечно спасибо сыну он подсуетился и пристроил папу на новую работу мы ему благодарны за это и конечно же мы стали жить немножко по-другому ну такая ситуация но сложилась не потому что мы лентяи мы зарабатывали такие деньги просто ситуация я ездила дочери практически там год у меня получалось что я уезжаю там через девять десять месяцев на три месяца и работать не могла ну и потом сказывается наш многолетний труд на себя и идти работать на весь день мне куда-то там продавцом ну я пока еще была не готова не то что не готова такая ситуация сложилась что приехала раз от дочери скорости снова засобиралась потом в другой раз приехала тут мама приехала заболела до моему и нужно было ухаживать приехал в гости нужно было ухаживать она была лежачей целый месяц и ну такое стечение обстоятельств я рассказываю все как есть без приукрас ну и сейчас в данное время я конечно же не работаю я только лишь по дому что-то делаю ну и большую часть времени у меня отнимают больницы хотя его две недели сейчас не ходила просто закрыла глаза так вот про видео начали ставить и стали появляться подписчики просмотры людям стало интересно то есть монетизировали какие-то небольшие совсем небольшенькие денежки стали капать ну почему бы нет пробуем так как мы были предприниматели поэтому мы же предприимчивые люди и сначала вот как я уже начала говорить мысли теряются надо все записывать что начали снимать снимать для дочери потом поняли что можно их монетизировать такой огромный труд сидеть и перелопачивать это видео юра когда начинает монтировать видео он каждый кусочек просматривать несколько раз обрезать это большую часть времени вот занимает редкие редкие видео которые ну как бы на ура идут то есть сняли и буквально там если видео например 10 минут то с ним можно сидеть и полдня целых а можно и больше а редко бывает когда 10 минут видео там ну часа два посидел и все нормально и видео как говорится встала а бывает по два дня да и у нас таких вообще видео больше 800 864 по моему на данный момент ну у нас были разные плейлисты сначала юра начал снимать просто как он ремонтирует машины он не мог уговорить меня чтобы я снималась чтобы я что-то людям показывала я ему говорила что будет много грязи я не хочу чтобы мне писали это ну все-таки разум мой возобладал чтобы меня дочь видела и это меня больше всего смотивировала единственное что меня больше всего смотивировала и даже эта грязь вокруг для меня как бы не самое главное ну в данный момент было главе главнее то что я покажу себя дочери и потом она будет это смотреть когда даже нас не будет ну вот поэтому мы хотели снять вот такое видео рассказать вам сейчас опять вот ты меня перебил маленько а я мысль потеряла я ну чуть-чуть сразу косой старая стала и начала рассказывать об одном вот о чем я рассказывала о любви и ненависти короче говоря я думаю кто это видео сейчас посмотрел тут все прекрасно понял то есть как можем так работаем мы не учились не на операторов не на не актерского мастерства у нас нет у нас есть просто житейский опыт может быть я и не умная в некоторых глазах но для себя я вот просто такая вот какая есть каких большинство людей да и вокруг нас не все такие как мы даже опять я себя восхваляю ну вот такая я ладно всем пока доча пока сынок пока внучки внучат ну ты каждому будешь передавать отдельный привет всем большой а ты джареду не сказал забыл взять это тоже привет сказать джаред хай ну уже пора прощаться гудбай ну а мы будем заниматься нашей работой продолжать ставить видео да и сегодня мы все-таки хотим закончить ну наверное покажем да что ты там сделал делал утеплял где окна вот и всем пока пока-пока если я напишу сценарий когда-то ну как я планирую то мы снимем нормальное видео и вообще спрашивайте нас обо всем мы вам все расскажем а